Всем привет! Днепр на связи, 8 октября, 12.30. Ну что, друзья, ночь прошла спокойно, без обстрелов. Один сигнал утром непродолжительной воздушной тревоги негативных моментов не принес. Тихо было также и в Никопольском районе. Прогноз погоды также не оправдал себя. Пугали нас сильнейшим ливнем, бешеным ветром. Ну как-то так, видите, уже дождик затихает. Был умеренный, не сильный дождь. Ну и ветер особо как-то так тоже не удивил. Вчера вечером было похлеще. Что, в общем, по обстановке, друзья? Ну, с информационного пространства не уходит вопрос Израиля. Вчера, события накопительного характера. Ну, давайте обо всем по порядку. Собственно, начнем с новости, которая касается, в частности, Украины. Министр энергетики Герман Голущенко посоветовал украинцам купить генераторы к зиме. Указал на то, что, уважаемые граждане, покупайте генераторы, проверьте, чтобы они были в рабочем состоянии, так как сейчас может быть множество предложений уже с неисправными генераторами, в том числе ОЛИКС, забит подобными вещами после прошлого сезона. Поэтому рекомендуют сразу же их и проверять, чтобы не стать жертвами мошенников. В это же время указывает на то, что, если есть возможность, усиливайте автономное функционирование и так далее, и тому подобное. Закупайте пауэрбанки. Только, конечно, вопрос, видел ли Герман Голущенко цены на генераторы, даже на бэушные, и где бы взять денег с прожиточным минимумом в 2589 гривен. Даже хороший пауэрбанк – это уже тысяча-полторы, а будет дороже. Можно купить, конечно, пару пауэрбанков, месяц ни за что не платить, никуда не выходить и не кушать. Неплохая идея. Но все-таки внес и ноту оптимизма. Сказал, что все-таки надеется, что с помощью сил ПВО и со стороны Министерства энергетики сделают все возможное, чтобы данная техника нам не понадобилась. На этом спасибо. Доброе слово всегда греет душу. В свою очередь появилась также новость у нас в Германии. Там хотят ограничить помощь для беженцев с Украины. Указывают на то, что представители различных округов Германии призывают к тому, чтобы максимально снизить помощь как для нынешних беженцев, так и для будущих, которые могут быть. При этом уже несколько месяцев разрабатывается план перехода от денежных выплат к натуральной помощи. Я так понимаю, это покормить, подпоить, помыть, и все будут довольны. При этом хотят сделать требование обязательной работы для переселенцев. К сожалению, сейчас большинство наших граждан не работает, колесит, гуляет, пьет, выпивает, производит дебоши. Опять же, это касается не всех, но, к сожалению, в семье не без урода. И это не только в Германии. Ну и, друзья, давайте немножко новости, которые касаются Израиля. События, которые, как я уже сказал, имеют накопительный характер. Собственно, иракское, шиитское ополчение Наджаба обещает направить войска в Газу. И уже прям они вооружены и опасны, готовятся это сделать. При этом по состоянию, что интересно, да, Талибан заявил, что они готовы взять Иерусалим. И вчера мощный ураган, ураган, землетрясение в Афганистане. По состоянию на утро, 8 октября, Талибан заявил о гибели не менее 500 человек в результате землетрясения на западе Афганистана. Тысячи людей пострадали, и еще огромное количество может находиться под завалами. Кто-то скажет, кара божья, кто-то скажет, карма. Ну, вы видите, что случайности не случайны. Что-то да и происходит. На этом фоне президент США Джо Байден собирается запросить в Конгрессе согласование на предоставление Украине крупнейшего пакета военной и финансовой помощи. Речь идет о 100 миллиардах, которых должно хватить Киеву до конца 2025 года. То есть раздать денег, и уже отстаньте от нас, вам хватит, чтобы не возвращаться к этому вопросу. При этом, друзья, Хезболла официально объявила о присоединении к силам Хамас. Вот так вот собирается такая себе коалиция, группировочка. А это, друзья, многотысячное войско уже. И, конечно же, обсуждают сам факт такого провала Израиля, его разведки. Говорят о том, что нападение Хамас стало крупнейшим за 50 лет провалом израильской разведки. О том, что как они смогли такое допустить. Как это возможно? Ну, кто-то говорит, провалились. Кто-то говорит, это специально была ловушка для палестинцев, которую они проглотили. Некоторые источники даже заявляют о том, что целью этого конфликта очищение Иерусалима от арабов. Для этого, как говорится, Израиль и позволил зайти так далеко палестинцам. Ну, посмотрим. Это, конечно же, станет ясным со временем. Возможно, и не станет. Ну, я думаю, что Израиль просто так бы не допустил. Мне кажется, что там в любой ячейке Хамаса были разведчики, люди, которые следят за ситуацией. Так было на протяжении многих лет. Но я не верю, что они внезапно взяли и исчезли. Это какая-то очень мощная, крупная многохотовочка. Узнаем ли мы о ней более подробно, не факт. Ну, что имеем, то имеем. Кстати, один из израильских журналистов сделал уже статью. По его мнению, то, что оно чуть-чуть другое, да, не такое, скажем так, всемирно, не подвластно всемирному заговору, в общем, о чем говорит журналист. По его мнению, вторжение палестинцев разоблачило на готу Израиля как региональной сверхдержавы, обладающей разведданными и кедренническими возможностями. То есть, подорвало авторитет Израиля вообще в целом в мире. И указывает на то, что хотя провал это прежде всего вина военной разведки и службы безопасности Шенбет, в первую очередь к этому привело безрассудство премьера Натаньяху. То есть, указывается на то, что прощелкали и официальные лица. Также он указывает на то, что данный факт является позором и глубоким стыдом для всей страны. В течение нескольких часов жителям приходилось защищаться от террористов без помощи армии и полиции, которые находились далеко от места происшествия. На самом деле, это действительно страшно. Если это какие-то уловки, специально допустили, запустили, оставлять людей безоружных, гражданских бороться против вооруженной армии, это страшно. Хочется верить, что все-таки теория большого заговора окажется лишь теорией. Ну и в целом, друзья, показывают дорогу, я думаю, многие это видео видели, где куча машин, трупы лежат, едут по этой дороге, журналисты уже снимают, указывается на то, что там более 350 погибших, на самом деле говорят, что специально настоящие цифры по погибшим пока не называют, дабы не травмировать общественность. В общем, на границе с сектором газа проводился музыкальный рейв. Туда съехались люди со многих стран мира, и немцы были там, представители США, даже россиянка, как минимум одна, которую взяли в плен. И вы знаете, к чему этот рейв был приурочен? К миру, к миру, к примирению между арабами, гражданами Израиля, и вот, чтобы все было хорошо. Танцы за мир. Конечно же, там были наркотики, еще что-то, психотропы, и атака началась оттуда. Масса видео, как люди бегут с этого музыкального рейва. Кстати, одна из погибших, скорее всего, уже девушек, у которых были там сломаны ноги, сломаны ноги, определили ее по татуировкам, она гражданка Германии. Мочили всех без перебора. В сети уже масса фото-видео, где мужчины с татуировками на себе Хамас держат девушек, где-то видно лица, где-то видно попы, оголенные тела. Говорят, что на закрытых площадках уже и масса контента продается с реальными изнасилованиями, с реальными пытками. В общем, сексуальный контент, содержащий максимальную долю извращения. Тоже своего рода бизнес? Ну, опять же, всемирный заговор. Кто-то видит там руку Кремля, кто-то видит американского орла, а у кого-то волосы стоят дыбом. Несмотря ни на что, всем добра, всего хорошего, друзья, берегите себя, берегите своих близких, следим за развитием ситуации. Кстати, тело лидера Хамас Аймана Юниса уже нашли под руинами его дома в Нусерате. Дом был уничтожен вследствие атаки армии Израиля. И по данным ООН более 20 тысяч жителей сектора Газа были вынуждены покинуть дома из-за обстрелов Израиля. Израиль в свою очередь заявил, что сектор Газа должен был быть должны выстереть лица земли, но при этом попросил гражданских прятаться, даже распространяли карту и указывали точку, где гражданским будет безопасно находиться. Куда людям стоит пройти. Так, мир потихоньку рушится. Восстановление нового порядка наверное должно быть. только порядок видимо будут строить те, кто сеет хаос. Такие наши реалии. Всем спасибо, всего хорошего и до нового выхода на месяца.